КОНТЕНЕР 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 французского телевидения. Китай. Мировая фабрика. Фильм Аллена Ласфаржа. В разные эпохи были разные всемирные фабрики. Например, сначала промышленной революции всемирной фабрикой была Англия. Потом эту роль частично взяли на себя Соединенные Штаты. А теперь и у Китая есть все для того, чтобы стать новой всемирной фабрикой. На перекрестке в Датанге, рабочем поселке с населением 300 тысяч человек, какое-то сборище. Наверное, это безработные ищут работу. Но нет. Удивительно, но эти люди не безработные, а фабриканты, ищущие рабочую силу. Мне нужно 20 опытных людей для работы на цифровых машинах. Мне тоже нужны опытные люди. Заводов все больше, а рабочих все меньше. Особенность Датанга не только в том. Улицы наводнены работодателями. Такой городок – образец так называемого китайского промышленного кластера. То есть было решено, что он будет специализироваться лишь на одном виде деятельности. Поэтому Датанг – это носочный город. Все компании в Датанге производят только один продукт – носки. Схожим образом в других уголках Китая можно найти галстучный город и брючный город. Слово господину Чу, менеджеру по продажам одной из тысяч носочных фабрик Датанга. Видите все это? Это фабрики. И это тоже изготовитель носков. Мы – это носочная столица мира. Нас весь мир знает. Тут все вертится вокруг носков. Поэтому повсюду на улицах мы видим, как люди развозят нитки. Это сырье для носков. Но больше всего впечатляет вот это огромное здание в центре городка. Носочный рынок. Постоянная ярмарка носков. Под этой крышей можно найти только носки. Это рынок для профессионалов. Частных лиц сюда не допускают. Только оптовиков. Сколько тут таких ларьков? Более пяти тысяч. А это директор. Кто все эти люди? Представители каждой фабрики. У каждой носочной фабрики есть тут ларек. Только в Китае можно найти города, специализирующиеся лишь на одном виде деятельности ради сверхэффективности в экспортной торговле. Треть всех носков, продающихся в мире, производится здесь. А это носочная фабрика, на которой работает господин Чу. Она принадлежит его дяде. И тут трудится 800 человек. Начнем нашу экскурсию вот с этого цеха. Все станки здесь китайского производства. А вот носки, что мы делаем для России. Они очень толстые и теплые. На фабрике есть павильон, где выставляются все имеющиеся модели. Тут у нас свыше 900 разных моделей. Вот это особая модель для Испании, для магазинов Carrefour. Оптовая цена в среднем 25 евроцентов за пару. В некоторых случаях может доходить до 40 евроцентов. Это носки для Таиланда. У нас заказ на 4 миллиона пар только для Таиланда. 4 миллиона пар в год. В Таиланде ритейлеры продают пару по 3-4 евро. Представляете размер их прибыли? Она огромна, но выигрыши оказываются все. Они за счет прибыли, а мы за счет объема, так как производим огромное количество носков. Датанг является носочной столицей уже около 20 лет. Сложилась она стихийно, но китайские власти затем активно поощряли эту тенденцию. Вот и владелец, дядя господина Чу. Политика правительства поощрять открытие фабрик. Мы практически не платим налогов, да и электричество недорогое. А еще правительство начало внедрять в социальные программы. Но сверхконкурентоспособной всемирную фабрику делает низкая зарплата рабочих. Рабочим тут платят на сдельной основе. Они получают 150-200 евро в месяц. Фабрика также их кормит и предоставляет жилье. Зарплаты сейчас растут с каждым годом, так как растет и прожиточный минимум. Большинство рабочих – это бывшие крестьяне. И из отдаленных и центральных регионов Китая привозят их сюда именно фабрика. Их селят не рядом с фабрикой, а на самой фабрике. Это жилой блок. А под ним – цех покраски носков. Поэтому, чтобы попасть в жилой блок, нужно пройти через красильню. Мы встретимся с рабочими, которых руководство специально отобрало для нас. Это блок для женатых пар с детьми. Одна комната на семью. Здравствуйте. Проходите. Ну вот, как видите, вполне пристойное жилище. Фабрика предоставляет пищу и жилье. Стулья, стол. Нам тут нравится. До цеха нам совсем близко. Плюс еще это бесплатно. Мы ничего не платим. В своей деревне мы были очень бедны. А здесь мы хорошо зарабатываем. Работаем мы шесть дней в неделю, и у нас один выходной. Если работы много, мы иногда работаем и больше. Но тогда и зарплата выше. Кухня расположена отдельно. Чтобы попасть туда, нужно пройти через красильню. Тут очень шумно, так как внизу работают ткацкие станки. Это полукоммунальная кухня, где у каждой семьи свой пронумерованный уголок. Это наша кухня. Номер 12. Мы тут держим наши кастрюли и сковородки. В свою деревню мы наведываемся лишь раз в год. Большинство европейских заказчиков покупают товары не напрямую у китайских производителей, а через специализированных посредников, которые отбирают для них лучшую фабрику, чью продукцию еще и проверяют. Такая схема известна как сорсинг, что означает приобретение товара непосредственно у поставщика. Вы ищете кожаные диваны. Для какого рынка? А те, кто занимается такой деятельностью, зовутся сорсерами, и один из них – Орельен Иване. Вы прежде работали с Китаем? Мы предлагаем свое непосредственное присутствие, которое у них быть не может. Так что мы вроде их отдела закупок, их посредник в Китае, мы осуществляем перевод вопросов заказчика и ответов поставщика. Орельен выезжает на проверку качества. В данном случае проверить и расписаться за товары одной фабрики на окраине Кантона до их отправки в Европу. Это место легко найти? Если это не рядом, то трудно. Это все местные таксисты, которые ждут пассажиров. А это автовокзал. Мы едем на фабрику, производящую кожаные диваны. Как только товар прибудет во Францию, мы уже ничего не сможем сделать. Так что нам нужно вмешаться раньше, убедиться, что когда мы поднимем диван, там не будет никаких торчащих гвоздей. Нам нужно проверить надежность швов. Сами они такие вещи не проверяют. Они быстро производят и вынуждены быстро продавать. Первая проблема при введении дел со всемирной фабрикой – найти свою фабрику, что непросто, учитывая многочисленность китайских промышленных пригодов. При работе с китайцами натыкаешься на массу различных барьеров – языковых, географических, культурных. Арилиен, наконец, нашел фабрику. Там уже начинают погрузку контейнера для отправки в Европу. Это для одного американского клиента в Чикаго. Нам нужно заполнить два контейнера по 12 метров длиной. Вот где собираются деревянные рамы. На фабрике практически отсутствует тяжелое оборудование. Ключевым словом тут является скорость. Нет ни масок, ни перчаток. Условия безопасности явно оставляют желать лучшего. Как вот тут, например, босиком по гвоздям. Первым делом мы смотрим на диван общим взглядом. Вроде все в порядке, но видите, тут все эти нитки. Попросим их обрезать. Затем посмотрим на швы, чтобы убедиться, что они аккуратные и гладкие. Проверим, не торчат ли снизу шурупы. Фабрика продает такой диван по 350-400 евро партиями по 15 штук. Конечному покупателю он будет продан по розничной цене в районе 2500 евро. Дэвид, мы же договаривались, что вот у этого ножки будут металлические, так что нужно это исправить. Мы проверим все ножки. За работу! Нам довольно легко удалось решить эти проблемы, но личное присутствие тут просто необходимо. Но в целом мы довольны их работой. Хорошему сорсеру нужно прежде всего найти фабрики, которые он сможет предложить своим западным заказчикам. И для этого Китай придумал нечто весьма простое, но эффективное – фабричный торговый дом. Он похож на огромный торговый центр, только каждый магазин там является витриной своей фабрики. Вот фабрика, за ней другая фабрика, даже несколько фабрик. Отдел игрушек. Вертолет – 15 евро. Минимальный заказ – 50 шуток. Бижутерия. Текстиль. Тут можно найти все, так как Китай и производит все. Даже африканские сувениры, которыми нелегально торгуют в метро, производятся в Китае. Что касается африканских торговцев, металлоизделиями, они тоже приезжают сюда за поставками. Я приехал из Канады. И что приехали купить? Обычные скобины и изделия. Попробуем найти кого-то, кто производит натуральную кожу. Разгуливающие по этим рядам покупатели – это не частные лица, вход которым сюда воспрещен, а сорсеры, ищущие лучших поставщиков или специально приехавшие сюда зарубежные автовики. Индия, Турция, Швейцария, Германия, Буркино-Фасо, Пакистан. Говорят, что Китай – это всемирная фабрика. Так и есть, потому что это крупнейший в мире рынок, где можно найти все. 65 тысяч видов товаров. И все под одной крышей. Будьте уверены, это не изменится. Возьмите лучших в мире – американцев, французов. Они все приезжают, чтобы вести бизнес здесь? С этим рынком ничто не сравнится. Он уникален. За последние 20 лет этот центр и деятельность сорсеров являются двумя главными маркетинговыми средствами всемирной фабрики для продажи своей продукции. А третье появилось недавно. Это интернет-сайт Алибаба. Это что-то среднее между Эбэем и Гуглом. Предназначенное для профессионалов. По одну сторону сидят китайские фабрики, а по другую – западные покупатели. А вот и головной офис сайта в Сен-Ву. Авангардная архитектура, атмосфера университетского кампуса, повсюду молодежь. Мы в Китае, но кажется, что будто в Калифорнии. Мы можем теперь вести поиск из собственного дома. Например, я продавец вентиляторов во Франции, кликнул и вуаля. Вот этот выглядит ничего. Китайский производитель продает его по 5 евро за штуку, но минимальный заказ 2,5 тысячи штук. Алибаба был создан с нуля 10 лет назад одним бедствующим учителем английского и его друзьями. Алибаба был основан в 1999 году в моей квартире мной и еще 17 партнерами с целью предложить мелким и средним компаниям по всему миру услуги по онлайн-импорту и экспорту. Мы верим, что мелкий и средний бизнес может изменить Китай и весь мир. Приготовьтесь, эти цифры потрясают. Сайт насчитывает 37 миллионов китайских фабрик и компаний-партнеров, а в его штате 12 тысяч человек, ежедневно обрабатывающих миллион подключений. Они даже наняли одну американку, чтобы она отвечала на вопросы телевизионщиков. Если вы, например, покупатель из Франции и ищете себе товар, вам бы пришлось лично лететь на ярмарки в Гонконг. Для мелкого бизнеса это просто не по карману. Когда мы говорим конкретно о Китае, то по-прежнему огромные возможности. У все большего числа людей появляется доступ к интернету. Они могут основывать свой бизнес и выходить на международный уровень. Китай 50-х, 60-х был совсем не похож на то, что мы только что видели. Это была бедная крестьянская коммунистическая страна. С экономической точки зрения все начало меняться лишь в конце 70-х. Основная фаза либерализации экономики началась в декабре 1978-го на 11-м съезде Компартии, что также совпадает с приходом к власти Дэн Сяопина через два года после смерти Мао. Одна из главных целей партии модернизация страны фактически шла к провалу. Имелись также и серьезные демографические проблемы. Требовалось создать новые рабочие места. Система, остававшаяся тогда социалистической, нуждалась в новой экономической модели. Поэтому в 1978-м они начали реформировать социалистическую систему, чтобы она заработала лучше. Вторая фаза на пути к становлению всемирной фабрики началась в 90-х. Это было десятилетие простой приватизации большого числа государственных фабрик. Хотя происходило это в довольно необычных условиях. В 80-х и начале 90-х некоторые из партийных лидеров решили оставить свои функции и открыть собственный бизнес. Кое-кому в ходе приватизации достались мелкие и средние государственные компании, то есть контроль над уже приватизированными компаниями. Если взглянуть на биографии директоров этих компаний, то часто оказывается, что они тесно связаны с государством. И для компаний это плюс, так как наличие кого-то со связями в администрации может здорово им помочь. Господин Ксу типичный пример таких собственников из бывших коммунистов в нужный момент воспользовавшихся возможностями приватизации. В 1992 году все изменилось. Многие госкомпании стали целиком частными. Став владельцем компании, господин Ксу здорово изменился идеологически. Вы можете представить атмосферу в госкомпаниях эпохи коммунизма. Никто не хотел работать, не было мотивации. Там, где сейчас стоит наша фабрика, в те времена не было ничего, сплошные поля. Только с 83-го тут потихоньку началось строительство. Меня назначили директором в 87-м, когда эта компания была еще государственной. Вот почему государство выбрало меня в качестве собственника частной компании, чтобы не нарушалась преемственность. Господин Ксу ничего нам больше не расскажет о том, каким образом он проделал путь от штатного директора госфабрики до ее владельца. Для этой фабрики, как и для многих других в Китае, процесс приватизации был абсолютно непрозрачным. Мы делаем вот такую хлопчатобумажную ткань. Очень простой продукт. Родившись в эпоху Мао, господин Ксу не всегда ел досыта. Поэтому иногда он просто не верит своей удаче. Сейчас он водит Порш Каен, шикарную машину, которая в Китае стоит свыше 200 тысяч евро. И у него своя вилла в центре городка. Здесь это признаки роскоши. Я родился в деревне. В 20 лет я был крестьянином. Затем перебрался в город, где жил нелегально, так как у меня не было разрешения на жительство. Несколько лет я работал нелегально в качестве рабочего мигранта. Потом меня взяли на эту фабрику бухгалтером. 20 лет назад, даже 10 лет, я бы и мечтать не смел о том положении, которого добился сейчас. Самый счастливый миг в моей жизни случился в 92-м, когда государство выбрало меня для приватизации компании. Вечером господин Ксу встречается в ресторане со своими коллегами, директорами текстильных компаний. Времена сейчас тяжелые в связи с давлением на них со стороны иностранных покупателей. Иностранные покупатели хотят все сразу. С одной стороны, им нужны низкие цены, из-за этого они едут в Китай. Но кроме того, они хотят, чтобы мы соблюдали целый ряд социальных прав. Например, запрет на труд несовершеннолетних. Но тут либо одно, либо другое. Китай не может развивать свою экономику и одновременно соблюдать все права человека. Это несовместимые вещи. Например, сейчас расходы на оплату труда здорово растут из-за того, что государство теперь заставляет нас платить отчисления на соцстрах. Так дальше продолжаться не может. Мы едем на китайском скоростном поезде вместе с одним из таких иностранных покупателей, которых обвиняли в желании разом усидеть на двух стульях. Юсеф покупает для французского оптовика утилизованные чернильные картриджи. Он нашел нового производителя, которого это может заинтересовать. Я собираюсь утвердить фабрику. Это слово прежде всего означает установить с ними контакт. Я уже встречался с ними на различных выставках. И, во-вторых, нужно проверить, существуют ли они вообще. В Китае возможно все, в том числе и фабрика, которой на деле не существует. Осторожность не помешает. Лучше проверить основные моменты необходимый минимум. Работа Юсефа выявлять, что собой представляют китайские компании. В бурлящей атмосфере стремительного экономического подъема Китая такая работа требует стальных нервов. Как принято в Китае, эта фабрика приезжает встречать потенциального клиента. Так что последний толком не знает, куда направляется. Страшновато. Забавно, но я не знаю, где нахожусь, куда еду. Нужно смотреть, куда едешь. Надо внимательно присматриваться к людям, с которыми ведешь дела, и самое главное, запомнить их, чтобы в случае проблем знать, к кому обращаться. Это что-то среднее между паранойей и прагматизмом. Надо на все обращать внимание, но и без чрезмерной паранойи. понятия не имею, где мы. Ну и ладно. Эта фабрика, если она существует, раскинулась на несколько этажей, как это принято в Китае. Так она существует или нет? Проверим пыль на табличке. Проверить пыль зачем? Я уже так делал, проверял, настоящая ли табличка, есть ли на ней пыль, так как они могли только что ее повесить. Но, возможно, это уже чрезмерная паранойя. Что ж, фабрика действительно существует, и это хорошо. этот цех делает из вторсырья картриджи для стройных принтеров. Из Европы сюда присылаются пустые картриджи, где их заполняют вручную, один за другим. Затем им придают бит новых и упаковывают. Юсеф первым делом проверяет качество печати непосредственно после производства. по-разному окрашенные желтые линии позволяют нам увидеть, хорошо ли смешались черные и цветные чернила, хорошее ли у них качество чернила. Мы будем делать то, что делают настоящие эксперты. Пока нормально. Качество вроде хорошее. Затем обед, чтобы договориться о цене. Юсеф не говорит по-китайски, а заводчик не знает ни слова по-английски. Я покажу ему сопоставление цен разных поставщиков, чтобы он понял порядок. Так как я обещал Юсефу, что не раскрою цену, по которой ему продали картриджи, больше вы ничего не узнаете. Скажем лишь, что это было совсем недорого. здесь нужно сначала установить личные взаимоотношения и только потом деловые. Во Франции я никогда не обедал со своими поставщиками. Когда возникают вопросы по качеству, мы их обсуждаем. Именно так, через такие взаимоотношения, решаются тут мелкие проблемы. И если у европейского заказчика при неудачном повороте событий какой-либо юридический рычаг против китайского поставщика, мы можем обратиться в отдел по борьбе с мошенничеством. Что тут смешного? Потому что это доклый номер. После этого Юсеф проводит на фабрике что-то вроде ревизии. Повторное использование чернильных картриджей, тяжелая и грязная работа. Поэтому он сталкивается с проблемами производственных условий и поддержания положительного общественного имиджа. Я пытался упросить своего нынешнего поставщика картриджей улучшить условия труда, так как на фабрике остро стояла проблема с растворителями. Рабочие на складе вдыхали пары этих растворителей, поэтому я попросил его для моего производства оснаблить их подходящими средствами защиты, хотя бы простыми масками. Он дал мне понять, что так как я пока не крупный заказчик, у меня тут нет права голоса. Я не настаивал, но со временем надеюсь это исправить. В конце концов, в этих условиях работают такие же люди, что и мы с вами. Сорсерам также трудно выдержать давление со стороны своих клиентов, желающих найти все более низкие цены. Когда мы ищем низкие цены, проблема в том, что все взаимосвязано. Если мы согласны больше заплатить прежнему поставщику, мы можем получить товары более высокого качества, так как если мы заплатим больше, лучшего качества будут и все слагаемые, будь то материалы, производство, рабочие бригады, они могут все сделать хорошо, им просто нужна мотивация и средства. Так что чья это вина? Покупателя, продавца или обоих? Я думаю, нам нужно достичь баланса между ценой и качеством. И этот момент европейцы нынче предпочитают игнорировать. Наши заказчики требуют от нас выбить у поставщиков более низкие цены, но мне слишком низкие цены не нужны, ибо я знаю, что если цена слишком низкая, то мы потеряем в качестве, и это почти наверняка скажется на зарплатах рабочих, на массе вещей. Правда, даже если мы оставим цену относительно высокой, больше всего от этого выгодает владелец фабрики, но я утешаю себя тем, что в конечном счете от этого выгодят все. Сегодня коммунистический Китай мало чем отличается от капиталистических стран. Чтобы открыть бизнес, теперь недостаточно просто приватизировать бывшую государственную компанию, Более того, владельцы молодых компаний теперь сталкиваются с всемирным экономическим кризисом. Это Дэвид. Он устроит нам экскурсию по своей компании, производящей электрооборудование. Но сначала он хочет показать нам соседнюю промзону. По пути туда мы замечаем, что несмотря на кризис, по улицам ездят новые машины, повсюду идет стройка. Сегодня в Китае используется 70% имеющихся в мире строительных кранов. То, что наши условия жизни существенно улучшились, это еще мягко сказано. Вот мне, например, 35. Только 35? Да, но мой личный карьерный рост хорошо иллюстрирует развитие страны за последние несколько лет. Когда я был маленьким, жизнь была крайне тяжелой, нелегко было просто прокормиться. А затем потихоньку все стало налаживаться. А сегодня у меня прекрасная машина и большой дом. Приехали. Вот наша промзона. Ничего себе. Куча зданий пустует в связи с банкротством. Видите вон ту фабрику? Она обанкротилась. Это была текстильная фабрика. Остановимся здесь. Банкротство этой компании вызвано экономическим кризисом. Все эти частные компании производили низкосортные товары. Кризис их похоронил. Например, мебельные или текстильные секторы дают работу массе людей. Они не в состоянии конкурировать со странами, где рабочая сила стоит гораздо дешевле. Вот это тоже закрылось. Это была южнокорейская компания. Сначала, когда южнокорейские инвесторы пришли в Китай, это было связано с дешевизной китайской рабочей силы. Но если они находят где-то еще более дешевых рабочих, то они уходят. Они едут работать во Вьетнам, Бангладеш, на Шри-Ланку. Они уезжают из Китая, когда издержки производства становятся слишком высокими. Поэтому китайские компании вынуждены перестраиваться, осваивать новые, более сложные изделия, способные поглотить расходы на социалку. как это не парадоксально, я думаю, что благодаря этому Китай станет еще более конкурентоспособным по отношению к Европе, чем прежде. Дэвид недвусмысленно изложил свою позицию. Будущее Китая лежит в производстве высококачественных товаров. Эта компания со штатом в 200 человек проектирует и производит моторы для электрокроватей и кресел. Это наш новый продукт. Для передвижных коек. Это для наших турецких заказчиков. А это для бельгийских. Это китайская компания нового типа, нацеленная на инновации, а не на простое копирование или субподряд. Поэтому у нее есть свой отдел исследований и разработок. Тут есть мотор, поднимающий сидения, чтобы пожилые люди могли вставать сами. Что же касается клиентуры, Дэвид хочет работать не на остальной мир, а на Китай. Сейчас мы должны нацелиться на китайских потребителей, будущее за китайским рынком, самым большим в мире. Будущее процветания китайской экономики будет обязано скорее внутреннему, нежели внешнему рынку. Масса китайцев невероятно разбогатели. У них есть деньги, они покупают машины и прочее. И получив все это, они хотят путешествовать, заниматься спортом, ездить, отдыхать. Они хотят воспользоваться плодами своего труда. Они хотят тратить свои деньги. В отношении будущего китайской экономики лично я считаю, что она все более будет зависеть от роста внутреннего потребления, а значит зависеть все меньше от экспорта в Европу и США. всемирная фабрика не только превращается в фабрику Китая, но еще и хочет стать чем-то гораздо большим, нежели просто фабрика. Это господин Ли, владелец Фудокин, компании со штатом в 1200 человек, которую он основал более 15 лет назад. Традиционная деятельность Фудокин это производство дешевых пластиковых формочек, а это не особо прибыльный рынок. Но господин Ли нацелен на радикальные перемены. Он и его менеджер по продажам сегодня встречаются с Сорсером. Он покажет ей фабрику и еще у него припасено для нее пара сюрпризов. Осмотр начинается с цеха производства пластиковых формочек. Тут шумно и грязно, а из этих станков выходят вот такие нехитрые изделия. Для того, чтобы выжить, мы обязаны адаптироваться. Например, я основал компанию, которая производит низкосортные товары, а они загрязняют окружающую среду. Теперь пора перейти на более высокий уровень, создавать инновационные продукты, а конкретнее высокого качества. затем вдруг господин Ли вводит Сорсера в соседнее здание. И тут контраст разителен, будто вступаешь в другую эпоху. Вместо грязи белоснежные чистые помещения, где делаются компоненты для компьютеров. Между этими двумя направлениями деятельности нет вообще никакой связи. Кажется, будто это две разные фабрики, тогда как на самом деле одна. Вот этот компонент используется в GPS-навигаторах и сотовых телефонах. Вы должны понять, что китайский внутренний рынок огромен. Если у вас есть качественный продукт, то вы без проблем продадите его на китайском рынке. Мистер Ли, сделавший состояние на низкосортных изделиях из пластика, теперь обращается к исследованиям и высококачественным продуктам. Вот это станет новым поколением уличных фонарей, предназначенных для китайского рынка. Моя цель сделать Фудакин китайским национальным брендом. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Понятно, что оно все больше и больше связано с Китаем. Хоть экономическое будущее всемирной или же китайской фабрики выглядит радужно, ее ахиллесово пита кроется в сфере политики. Официально Китай по-прежнему остается страной социалистической экономики. Действительно, сначала выражение социалистической экономики многих забавляло, но в итоге этот термин остается наиболее подходящим. Эта коллективистская экономика 70-х, 80-х по-прежнему существует. Конечно, не в тех прибрежных регионах вокруг Шанхая и Кантона, что затронуты экономическим бумом, но в глубинке. А вот где китайские политико-экономические противоречия заметны особенно. Город Нанджи, для которого оставаться сугубо социалистическим это вопрос чести. Пустынные улицы, очень мало машин, никакой рекламы. Что касается фабрик, они все принадлежат муниципалитету, являющемуся единственным работодателем в регионе. этот человек генсек местного отделения коммунистической партии. В нашем городке коллективистская экономика. Другими словами, производство тут выполняется госпредприятиями. Рабочий на жизнь получает 30% зарплаты деньгами, оставшиеся 70% в виде натуральных льгот. В Китае таких городков свыше 7000. Тут 26 фабрик, занятых в разных секторах экономики. Начнем вот с той, с макаронной фабрики. В ее штате 300 человек, и работает она только на китайский рынок. А это крупнейшая компания городка Типография. В ней занято 400 человек, а ее директор местный госслужащий. Тут очень сложно получить работу, потому что при такой экономической модели коллективизма имеется немало выгод, даже если рабочие условия остаются тяжелыми. Посмотрите на этого человека. Секундная невнимательность может стоить ему пальцев. Одна китайская поговорка гласит, когда на востоке ночь, на западе день, когда на юге дождь, на севере светит солнце. Так как 26 наших фабрик производят продукцию целого ряда секторов экономики, мы можем смягчить удары по какому-то конкретному сектору. Прибыльные секторы помогают тем секторам, которые несут убытки. В конце концов, такая система покрытия рисков привлекательна для массы людей в стране, где отсутствует страхование побезработицы. Многие работники этой компании работали в Кантоне, Шенчжене, Шанхае и Пекине. Но с наступлением финансового кризиса они приехали сюда, так как тут имеется масса преимуществ, тут весьма спокойная атмосфера. Я много где пробовал работать, но нигде не встречал такой атмосферы и условий труда, как здесь. Эта фабрика зимой отапливается, а летом кондиционируется. В Кантоне я платила за еду и жилье, и денег оставалось немного. Тут же зарплата не особо высокая, но со всеми этими натуральными льготами в итоге выходит не меньше. Осмотрим вместе с мэром одну из квартир. Это типичная для нашего городка квартира. Таких у нас тут свыше девятисот, и в них проживает около трех тысяч человек. Вся меблировка, включая кровати, комоды, телефоны, телевизоры, кондиционеры, электроприборы, предоставляется городу. Все бесплатно? Да, все бесплатно. И в здании напротив то же самое? Да, для всех семей тут условия идентичные. Такие же телевизоры? Да. Вот что такое коллективное распределение. У всех все одинаковое. Магазины также принадлежат муниципалитету. Этот супермаркет выглядит абсолютно обычным, хотя униформа продавщицы немного странная и что-то напоминает. А вот и мэр. Это бывшая униформа Народно-освободительной армии. Мы используем ее как спецодежду. Солдаты такое больше не носят. Сейчас здесь абсолютно шизофреническая ситуация, когда партия по-прежнему клянется верности марксизму-лининизму, а текущая реальность беспрецедентна для социалистических режимов. Понятно, что в 1978 когда начались реформы, Китай был настолько беден, что экономическое развитие было абсолютно необходимым. сегодня для многих китайцев этого уже недостаточно. Они спрашивают правительство, вы дали нам экономическое развитие, прекрасно, но каков социальный проект на будущие десятилетия? Может пора попробовать что-то другое? Вернемся во Францию к тем владельцам мелкого бизнеса, с которыми мы встречались вначале. Как конкретно им удается противостоять бульдозерному натиску всемирной фабрики? Мы в регионе, который до недавнего времени был французским дотангом по части текстиля, а эта фабрика один из последних уцелевших французских производителей носков. Ее владелец Франсуа Кюрэ. Наша продукция подороже китайской, явно подороже. В наших затратах на производство сидят зарплаты французским рабочим, так что можно и не мечтать достичь во Франции китайской себестоимости. Это невозможно. Естественно, Франсуа Кюрэ знает про носочный город Дотанг. Я был в Дотанге, в носочном городе. Это целая империя, другой мир. Численность рабочих, то, как ими управляют, социальный аспект, экономический аспект. На все это очень интересно посмотреть, но у нас такое абсолютно неприменимо. У этой фабрики есть одно преимущество, которого никогда не будет у Китая, географическая близость к магазинам. Сегодня мы интересны ритейлерам на массовом рынке, потому что мы очень быстро адаптируемся, поэтому нам нужно сделать ставку на качество в сочетании с высокой скоростью обслуживания. Эта скорость видна на примере нашей компьютерной системы. Сразу после совершения покупки в кассе магазина через компьютер проходит прямой запрос. Другими словами, в тот самый момент, когда вы платите за свои носки, компьютер магазина шлет заказ на фабричный компьютер изготовить новую пару, чтобы снова наполнить полки. и мы должны пополнять запасы всех французских магазинов, начиная от шести пар, это наш минимальный размер доставки, до 240, 400 и даже больше. При этом мы в состоянии поставить и всего шесть пар. Так что эта фабрика сверх компьютеризирована. Напоминает ситуацию из деревни Астерикса. Да, деревня Астерикса, которая борется против нашествия Диснея. Да, но этот вызов здорово всех мотивирует. Я думаю, сегодня у рабочих есть настоящая мотивация. Могу сказать, что мы все нацелены на качество продукции, которая тут очень высокая. И успех нашей компании связан с вовлеченностью, серьезностью и добросовестностью на всех уровнях. Вот еще один пример компании, выдерживающей натиск всемирной фабрики. Сеть магазинов столовой посуды, которая до недавнего момента заказывала из Китая формы для выпечки, но сейчас передумала. Интересно то, что эти формочки сделаны здесь, во Франции. Я думаю, покупатели все больше и больше обращают внимание на надпись «Сделано во Франции». Эдмон Касапян посещает своего субподрядчика, традиционного производителя форм для выпечки Габель. Это блондинка, директор Габель. Этого поставщика мы в последние годы используем все реже, так как натолкнулись на ряд проблем, связанных в частности с качеством, гибкостью и прозрачностью. Например, вот эта модель была заказана в Китае вот с такими конкретными характеристиками, а вот что мы получили в контейнере. Они явно не выполнили наш заказ. Так что весь контейнер таких тарелок был отправлен на помойку. При подсчете суммарных издержек учитывается все, не только производство, но и расходы на послепродажное обслуживание. Например, затраты на возврат продукции, затраты на товары, которые пришлось выбросить из-за их непригодности к эксплуатации. Франция становится конкурентоспособной. Не дешевой, но конкурентоспособной. Чтобы выдержать конкуренцию с Китаем, Габель инвестирует в технику, например, вот в эту немецкую цифровую высекательную и вытяжную машину. Эта машина позволяет нам резать все виды материалов, будь то антипригарный, нержавеющий или луженый. Для нашей компании это огромные инвестиции. Эта машина стоит 600 тысяч евро, а еще нужны квалифицированные люди для работы на ней. Так что мы можем получить французские товары, конкурентоспособные по отношению к таким же товарам из Азии. Но одного желания обзавестись сверхсовременной техникой недостаточно. На это нужны средства. Мы находимся в кантоне Юра, колыбели французской оптической индустрии. Филипп Пейрар, директор крупной сети магазинов оптики, изготавливает здесь новые технические сложные модели, хоть цена выходит намного выше, чем в Китае. нам было непросто найти правильное решение как в отношении адаптивности, так и в отношении сохранения позиций на рынке. Вместе с ним директор цеха. При посещении фабрики нас ждет сюрприз. Она организована по китайским образцам. Почти все делается вручную. 90% объема делается в Азиатско- Тихоокеанской зоне. Им там не нужна автоматизация в связи с дешевизной рабочей силы. У нас тут есть средства на автоматизацию, но объемы не позволяют. Для введения автоматизации нужно иметь массу заказов, а чтобы их получить, нужно снизить цены, что подразумевает автоматизацию. Это замкнутый круг. мы прекрасно знаем, что нам не вернуться к объемам 20-летней давности, но если вернуть хотя бы их малую долю, это позволило бы нам добиться существенного повышения производительности. Качество продается, французские товары продаются, плюс тут еще есть момент просвещения потребителей. Покупая французское или европейское, ты сохраняешь своему соседу работу. В этом вопросе шизофрениками становимся уже мы. Как потребителям нам нравится всемирная фабрика и ее низкие цены. С другой стороны, как производителям, как работникам нам не нравится порождаемая ей свирепая конкуренция. Одно несомненно, какая из этих ролей предпочтительнее решать нам, и китайцы над этим не властны. Фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернашнл по заказу телеканала 24ДОК в 2011 году. Селена Интернашнл